Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, я искренне рад новой встрече с представителями делового мира Великобритании. Очень приятно видеть здесь предпринимателей, с которыми три года назад мы обсуждали возможности нового витка в российско-британском сотрудничестве. С тех пор в нем произошло много новых важных событий. Я хотел бы выразить благодарность всем присутствующим за их вклад в развитие двухсторонних контактов. Ваш форум посвящен ключевым вопросам, вопросам энергодиалога. Россия является одной из самых активных его участницей в мире сегодня. Энергетика – это локомотив нашей экономики. Ее рост стимулирует и подталкивает развитие многих отраслей российской промышленности. Но прежде чем говорить об этом подробно, несколько слов о состоянии российской экономики в целом и перспективах двухстороннего сотрудничества. За последние три года мы добились приличных результатов в укреплении рыночной экономики. Так, национальный ВВП за этот период вырос на 20%. Почти на треть увеличились инвестиции в основной капитал. Физический объем газа, нефти и нефтепродуктов вырос более чем на 15%. Сделаны реальные шаги по улучшению в России делового климата. Это прежде всего меры по дебрапевтизации экономики. А здесь еще предстоит очень много решить проблем. Укрепление судебной системы и защите прав собственников и инвесторов. Более либеральным стало налоговое, валютное, таможенное законодательство. Только что, совсем буквально несколько дней назад, фактически несколько дней назад, был принят Государственной Думой парламентом России новый таможенный кодекс Российской Федерации. Над которым мы работали почти два года. Все это ключевые условия для развития предпринимательской инициативы, расширения связей наших деловых сообществ. Мы намерены и впредь вести именно такую политику. Сегодня мы ставим перед собой более амбициозные планы. Такие как удвоение за 10 лет нашего ВВП. Речь, по сути, о качественном прорыве в экономическом развитии России. Задача, конечно, трудная, но выполнимая. Имея в виду, что в среднем, за среднем, хочу подчеркнуть, за последние три года ВВП развивался с темпом роста, годового среднего роста 6%. А за первые пять месяцев текущего года он достиг уровня 7,1%. А если мы хотим удвоить за 10 лет, то мы должны иметь годовой темп роста 7,2%. Задача более чем важная. Тем более, что нашим безусловным приоритетом является последовательная интеграция России в европейскую и мировую экономику. И в этом отношении мы рассматриваем Великобританию как важнейшего партнера. Три года назад в Великобритании мы говорили о придании новой динамики нашему экономическому сотрудничеству. Считаю, что мы серьезно продвинулись в решении этой задачи. Так, в 2002 году объем взаимной торговли увеличился почти на 15%. Очень приличный рост за год. Если еще более впечатляющими темпами растет число торговых операций. И только в феврале и январе-феврале этого года он увеличился почти наполовину. Вместо Великобритании в инвестиционном сотрудничестве европейских государств с Россией в апреле этого года поднялось на третью строчку. Уступая пока только Германии и Кипру. Что касается Кипра, то всем вам понятно. Речь идет о репатриации российских капиталов фактически. И вы прекрасно понимаете и думаю, что со мной согласитесь. И это тоже хороший признак. Надо сказать, что объем вывезенных капиталов из России в прошлом году стал меньше, чем количество денег инвестировало в нашу экономику. Объем британских инвестиций в Россию в сравнении с предыдущим годом увеличился почти в полтора раза. Недавно, как вы знаете, British Petroleum и RL Dutch Shell заявили о готовности вложить в топливный и энергетический сектор России в общей сложности около 17 миллиардов долларов. Полагаю, что такое решение – лучшее подтверждение позитивных изменений в инвестиционном климате России. И сегодня эти компании продвигаются дальше по реализации тех планов, о которых они заявили раньше. Я думаю, что они еще сами об этом вас проинформируют. Реализация этих намерений сразу выведет Великобританию на первое место по объему инвестиций в Россию. Причем не только среди европейских стран, но в целом в мире. Должен отметить, наше инвестиционное сотрудничество далеко не исчерпывается одним теком. Есть весьма многообещающие проекты в сфере высоких технологий, включая аэрокосмические разработки. Для российских компаний перспективной формой привлечения капиталов является и размещение корпоративных ценных бумаг на лондонской фондовой бирже. Так, например, в январе-апреле этого года на электронных трансляциях...